Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена и наша рубрика Ее Величество Кухни. Рулики сегодняшнего дня все посвящены варенью. Мы только что сварили французское варенье. Сейчас я вам покажу, как варится варенье на клубничном соке скоростным способом. Для того, чтобы его сварить, нужно сделать домашнюю заготовку с вечера. Вам потребуется 1 кг клубники, которую вы отсыпите сахаром. Сахар берется из расчета 1,5 кг на 1 кг клубники. Варианты возможны, разница не сильно велика, но я, собственно говоря, насыпала сюда 1,5 кг сахара. При комнатной температуре, то есть и в холодильнике, клубника у меня постояла в ожидании того, чтобы ее сварили. Стояла она ночь и, можно сказать, даже до часа дня. Поэтому, дорогие мои друзья, тут сока достаточно много, но сахар не весь растворился. Сейчас наша задача поставить всю эту смесь на огонь при помощи лопаточки. Я вам покажу, как мы будем пушить сахар под клубникой, не создавая дискомфорта для нее, чтобы ее не поломать, в общем-то. И далее у нас процесс пойдет достаточно активно. Итак, надеюсь, вы поняли, килограмм сахара был засыпан, 1,5 кг клубники засыпан был 1,5 кг сахара. Это все простояло, можно сказать, 12 часов. Вот, дало сок и сейчас мы это все будем варить. Пока сахар не растворился, сразу хочу вас нацелить. Во-первых, рассекатель. Без него на газовой плите варенье варить просто строго возбраняется. Второе. Пока сахар еще здесь не растворился, он склонен тому, чтобы перестать и подгореть. Поэтому, а прогревание вам надо делать на огне среднего порядка и даже чуть-чуть меньше. Дело в том, что очень важно разогреть сахар умеренно, не спеша. Потом у нас дойдет дело и до интенсивной варки, но сначала все делается на очень-очень незначительном огне. Для того, чтобы сахар вам не создал проблем и при этом не поломать никаким образом ваши ягоды. Действуем следующим образом. Как я показывала во французском варенье. Запускаем лопаточку вдоль кастрюли, стенки. И осторожно, не спеша, приподнимаем тот сахар, который еще на дне лежит довольно-таки серьезным конгломератом. Поворачиваем в кастрюльку. И еще, сейчас не ворочаем, не крутим, ничего. Просто позволяем соку проникнуть на дно толщу сахара. Таким вот неспешным образом на незначительном огне доведем нашу массу до того, что сахар будет полностью растворен. Прошу вас не удаляться от этого процесса. Никоим образом не позволить сахару пригореть. Испортите всю красоту и всю радость от своего варенья. Напоминаю, вот так вот. Не ворочаем, не крутим. Поддели. Дали возможность, повернули. Опять поддели. Все. Вот это ваша задача. Все начнет разжижаться у вас на глазах, но постепенно. Так что у нас впереди светлое будущее, враг не пройдет, лопатка в руках начинает. Варенья начинает закипать. Чем я занималась все это время? При помощи лопатки вставляла ее от края. И осторожно протягивала вдоль днища. С таким расчетом, чтобы подхватить нерастворившийся сахар. И при этом не повредить нашу ягоду. Но момент счастливый наступил. Кипение началось. Теперь тактика меняется. У нас был огонь средний, ближе к небольшому. Добавляем огонь максимально. Как только начнется сильное кипение, у нас с вами варенье будет вариться от 15 до 20 минут. Почему такая разница во времени? Чем мельче клубника, тем она быстрее проваривается. Соответственно, если у вас мелкая клубника или земляника, лесная, варим 15 минут. Средний и покрупнее варится 20 минут. С момента бурного закипания. Как только этот процесс пройдет, у нас баночки на готове начнем закатывать. Итак, это был скоростной вариант варки варенья в собственном соку. Варка подходит к концу, но что осталось за кадром и с чем столкнетесь вы? Это варенье достаточно мощно пенится. Для того, чтобы у вас все не выклепнулось на печку, вам нужно регулировать огонь. Так что периодически вы будете его варить, то на сильном огне, когда кипение будет едва заметно, а вам придется добавлять огонь, то опять возвращаться к максимальному огню, как сейчас. Периодически тазик надо встряхивать. Осторожно, осторожно, потому что не дай бог клюкнет, чтобы ягоды равномерно просочились с сиропом. Теперь по поводу снимать пенку или не снимать. Вот в чем вопрос, как у Гамлета. Если вы спросили меня, я снимать не буду и залью вместе с пенкой. Эстетически, конечно, несколько варенья пострадает, но я не считаю пенку вредной. Если у вас есть дети, можете собрать пенку для них и дать им полакомиться. Это любимое детское занятие, снимать пенку с варенья. Так что, по желанию, если у вас такое желание возникает, вам потребуется ложка, шумовка, при помощи которой вы осторожнейшим образом будете эту пеночку снимать в блюдце и отдавать своим малышам. И не малышам тоже, поскольку варенье любят все малыши, включая наших мужей. Значит так, дорогие мои друзья, процесс закончен. У меня остается только торжественно разлить это все счастье в банке. Разливать будем в горячем виде, при великой осторожности, поскольку дело имеем с раскаленной вещью, поэтому сейчас переместим нашу камеру, для того, чтобы у меня появился простор. Но перед, чем разливать, мы добавим сюда пол чайной ложки лимонной кислоты. Именно тогда, когда уже отключили. Почему добавляется лимонная кислота? Причин на то две. Первое. Здесь достаточно сильная концентрация сахара. Такое варенье может быть засахаренным, так или иначе. Нам это горе ни к чему, тем более, что это считается браком нашей консервации. Значит, лимонная кислота здесь нам помогает спасти варенье от засахарения. Это раз. Ягоды будут плотнее в кислой среде. Это два. Ну а три, на две причины, вот уже и третья нарисовалась. Это что лимонная кислота позволяет варенье сохранить его яркий рубиновый вид в процессе хранения. Ну что, помолясь, начнем разливать. Будьте в этом моменте весьма осторожны. Вот видите, я лью спинкой. Ничего страшного. У нас спинка не считается каким-то тут супер-пупер горем. Да, она всплывет, немножечко испортит внешний вид варенья, но я сознательно тут не исполняю никаких трудностей для себя. Пусть будет. Это сахар и сок. Что тут такого вредного. Так, наливаем баночку чуть выше плечиков. И накрываем крышечкой. Таким образом, мы распасуем все свое варенье. Перевернем на крышку и отправим под одеяло. На следующий день банки будут опертые от излишнего сиропа. Маркированы. Поскольку варенья разные, я не хочу их путать между собой, поэтому на французском будет написано, что это французское. Это варенье у нас имеет кодовое название в собственном соку скоростным образом. Так и подпишем. И вам рекомендую, потому что потом все забудется зимой, и будете мучиться, какое это было варенье, как я его готовила. Напишите на нем, и всегда можете потом на следующий год спокойно повторить рецепт, и будете знать, что вам нужно делать. В общем и целом, дорогие мои друзья, у нас впереди еще один вариант варенья. Я вам сейчас показала, варенье остается в варенье. Каким бы вы способом его не сварили, самая главная задача, чтобы у вас остались целые ягодки, чтобы у вас хорошо был сформирован сироп, в котором эти ягодки будут находиться. И банка была прикатана доброкачественно, чтобы туда не попал никоим образом кислород и не взорвал вашу баночку. Во всех остальных случаях это вкусно, сладко, интересно. А все, что сделано своими руками, оно еще несет энергетику хозяйки, значит, очень полезно для семьи. С вами была Елена.